Мы сегодня поговорим о явлении Найсинхадева, о прохладе Махараджи и о Хиране Кашипу. Или как его в седьмой песне называют, Шри Хиране Кашипу. Тоже секрет, как вы знаете, седьмой песни. ОМ НАМО ВАГАВАТЕ ВАСТУДЕВАЯ ОМ НАМО ВАГАВАТЕ ВАСТУДЕВАЯ ОМ НАМО ВАГАВАТЕ ВАСТУДЕВАЯ ОМ НАМО ВАГАВАТЕ ВАСТУДЕВАЯ ОМ НАМО ВАСТУДЕВАЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Текст номер три Субтитры создавал DimaTorzok Комментарий Субтитры создавал DimaTorzok Комментарий Субтитры создавал DimaTorzok 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 они тоже начинают играть, поддерживая эту композицию. В какой-то момент инструменты стихают, и флейта опять слышится одна. Потом опять музыка начинает, потом опять стихает. Вот Шимадбавла там устроен примерно так же, как вот эта композиция. То есть изначально, вот этот лейтмотив, изначально вот эта основная идея, она закладывается, что человек должен развить себе привязанность к Кришне, должен развить вот эту пурварагу, должен развить вот эту вот любовь к разлуке. И в процессе разных историй на эту изначальную тему накладываются другие композиции. Накладывается, например, первая песня, она после пятого стиха, рассказывает о разных-разных историях. Она рассказывает о мудрецахне Мишаране, Авьясадееве рассказывает. Рассказывает о том, как Ашватхам бросил эту брама с кровью. И вдруг все стихает, все стихает, и появляется Бишма, который, оставляя свое тело, возносит удивительные молитвы в Верховной Личности Бога. То есть вот эта мелодия, она пробивается сквозь это. Или третья песня, например. Или вторая песня. Она рассказывает обо всем, практически она рассказывает обо всем Шима Павла. Но когда Шукадево Госпания рассказывает о воплощении Бога, то в восьми стихах он рассказывает о двадцати воплощении Бога. А в десяти стихах рассказывает о Кришне, о Верховной Личности Бога. То есть все стихает, он начинает рассказывать, о чем же тут Шима Павла. Что Шима Павла будет непосредственно о выборах Кришне. Или третья песня. В третьей песне тоже много всего намешано. Знаете, история вот этих вот появления демона Хираньякши. Он как Барахадев появился, убивает его. Потом еще разные истории. Еще, еще там полубоги к браме приходят. И в конце концов, в конце концов, в двух путях, говорит своему сыну, Господу Кобеев, меня изменили эти чувства. Я столько много там в этом мире наслаждалась. Так наслаждалась, что они меня замучили полностью. Расскажи мне, как научиться служить, как сделать так, чтобы его любили. И все стихает. И девять последних глав. Они рассказывают только об этом. Больше не о чем. И также четвертая, пятая песня. Все, все, все песни, они содержат в себе вот такую композицию. И Господь Читая очень любил читать Шима Павла. И хотел, чтобы мы тоже читали Шима Павла. Потому что все эти истории Шима Павла развивают в человеке именно вот это чувство. И как говорят Ачарьи, если вам предлагают два вида взаимодействия с Кришной. Один – это непосредственное общение, когда вы непосредственно видите Кришну, непосредственно разговариваете с ним, непосредственно что-то для него делаете. А другой вид общения – это служение ему разлуки, когда вы его не видите и скучаете по ним. То надо выбрать второе. Первое – не надо выбирать, Ачари говорят. Мне говорят, что первое ограничено определенным местом, определенной формой ограничено. Но второе – безграничено. То есть вторая форма любви, вторая форма служения, она заполняет собой всю Вселенную полностью. Где бы человек ни находился, он думает о верховом личности Бога. И Господь читает Ачарьи, он любил читать Ачарьи, причем он любил слушать истории одну за другой, не останавливаясь. Когда бедатор Пандир читал историю про прохладу Махараджа, заканчивал ее, то Господь читает Ачарьи, читай дальше. Он говорит, что дальше читает? Мы читаем про прохладу дальше, уже закончилось, читай сначала. И они так могли читать целыми днями, читать одну и ту же историю. Это происходило потому, что Господь читает Ачарьи, чувствовал эту любовь и раздушие. И хотел, чтобы мы с вами тоже обрели именно вот такую квалификацию. Эта квалификация, она дается Шримад Багаватам, то есть Ченю. И в особенности, если человек изучает Шримад Багаватам, то кругом Вашнаву. Ему дается вот такая квалификация. Просто потому, что он интересуется вот этой удивительной книгой. Никакая другая книга эту квалификацию не дает. Никакое такое произведение. Такую квалификацию у человека не дает только Шримад Багаватам. Только в нем заложена вот эта квалификация. Только в нем заложены вот эти вот отношения. И здесь, когда история про прохлада начинается, когда демон Хирани Кашупу завоевал всю вселенную, когда он встал на одном ногу и начал медитировать на Господа Браму, добился совершенства. Добился того, что Господь Брама появился перед ним. И Брама сказал, что ты хочешь. Хирани Кашупу сказал, хочу без смерти. Хирани Кашупу хотел сражаться с Вишней. И он понимал, что, чтобы сражаться с Вишней, нужно такое же оружие, как у него. С Вишней бессмертен. Я тоже должен быть без смерти. Брама сказал, извини, дорогой, не могу. Я сам в смерти, не могу тебе дать такое благословение. Проси какую-то смерть. Хирани Кашупу стал думать. Он подумал, хитрявку в Боге. Надо их тоже обмануть. И он сказал, дай мне такое благословение, чтобы меня не убили ни утром, ни днем, ни вечером, ни ночью. То есть, он пересчистил время. Брама своего Татаска. Хорошо сказал, что я не дышал. Чтоб меня не убили ни внутри, ни дома, ни снаружи. Пространство, знаете, занято. Татаска. Чтоб меня невозможно было убить ни на земле, ни в воде, ни в воздухе, ни в эфире, ни в огне. Татаска сказал, да. Чтоб ни одно живое существо из 8 миллионов, 400 тысяч вон в жизни не могло убить меня. Татаска. Хирани Кашупу. Чтоб ни одним оружием, ни живым, ни мертвым. Раньше тоже, видите, были геороботы. Геороботы, это не из-за летения современной цивилизации. По крайней мере, вот при Хирани Кашупу геороботы тоже были. Чтоб ни живым, ни мертвым, невозможно меня было убить. И Хирани Кашупу подумал, ну все, невозможно убить. Время, пространство, категория, элементы. То есть я со всех сторон защищен. Невозможно никак ко мне подобраться. Я бессмертный. Я бессмертный подумал о Хирани Кашупу. И Брама дал еще ему несколько благословений. И Хирани Кашупу, довольный, пришел к себе во дворец. И сказал Каяду. Я стал бессмертным. Она сказала, Брама тебе дал такое благословение? Нет, он не дал такого благословения. Ну я его, знаете, обманул. Каяду сказал. Ты знаешь, полугоки очень хитрые. Мне кажется, что Брама тебя обманул. Не дав тебе напрямую бессмертия. Нет, я глупая женщина, ничего не понимаешь. Я очень умный и хитрый. Я разбираюсь во всем. И я, соответственно, обманул Господа Брама. Невозможно меня нигде убить. Никто не может убить. Никогда. И так Хирани Кашупу. Ну так получилось, что Хирани Кашупу родился у великого такого демона. Родился великий преданный. Это тоже история, когда Хирани Кашупу пошел совершать еще одну аскезу. Более сильную, более мощную, чем предыдущая. И полугоки испугались. Они решили его как-то остановить. И народа с Павловой, со своим другом, они превратились в маленьких птичек. И Хирани Кашупу стоял на одной ноге, как он обычно это делал, и повторял. Омна Махшивая. А эта птичка повторяла. Ом Вишна Венамаха. Хирани Кашупу. Омна Махшивая. А птичка. Ом Вишна Венамаха. Омна Махшивая. Птичка. Ом Вишна Венамаха. Хирани Кашупу в конце концов потом, кто его передразнивает. Он открыл глаза, стал осматриваться. И видит птичка. И он пульнул в нее камень. Птичка улетела. Но уже пришел, вывелся, вышел из равновесия. Он не смог сконцентрироваться. Не смог концентрироваться на мантре. И он постоял, постоял, побурчал еще и, соответственно, пошел обратно домой. И так как это был чистый звук от Нарады Муни, он проникнул прямо в сердце. И Хирани Кашупу не мог от него никак отделаться. Он пришел домой. В втором Вишна Венамаха звучал у него. Там умер. Ну что же такое? Что же это умер? Что-то меня тут прозомбировали, эти Вишна Витмы. Может, Пасада, может, меня областилили. Что-то еще. То есть. Он принял немного интоксикации. Не помогло. Занялся каким-то пересчетом золота. Не помогло. И он подумал, ну наверняка, если я буду со своей женой наслаждаться, то наверняка это уберет вот этот дефект. Наверняка это вылечит меня от этого зомбирования. И так как он был сконцентрирован на верховной личности Бога, который родился прохлад. Это закон точно. На чем родители сконцентрированы, такие у них дети и появляются. И прохлад, когда родился, то изначально, да, изначально он был преданным, получил наставление от Нарада Муни, когда находился еще в утробе к своей матери, матери Каяду. И Нарада Муни тоже интересная личность, тоже играет очень важную роль в этой истории. Нарада Муни спас Каяду. Потому что, когда Каяду была беременна, полугоги хотели убить сына, который ему там был в утробе. Они хотели убить его вот так сначала. То есть они заходили в утробу, благодаря своей мистической силе, но не могли его там убить. Потом они решили выкрасть эту девушку, подождать, пока она родит ребенка и убить его. Сразу после того, как он родился. Они напали на дворец, ранее Кашипу, когда его не было. И забрали Каяду, распили демонов, разогнали их. Забрали Каяду и подели ее к себе. И по дороге случайно встретился Нарада Муни. Нарада Муни – это такая личность, знаете, которая случайно появляется там, где нужно появиться. В этом смысле его называют Бхагаваном Нарада Муни. Если вы будете читать в Шимад Бхагаватан и увидите Бхагаван по обращению к Нараде Муни, то вы понимаете, что это не то, что Нарада Муни стал верховным Бхагаваном, а то, что он обладает частью могущества Бхагавана. То есть он может понимать сердца всех людей. Находиться там, где нужно находиться. Причем он перемещается в пространстве вот так. Раз. И там, где захотел, там оказался. Ему не нужно вызывать такси, кладить билеты за поезд, выставить самолет, в аэропортах пересиживать, знаете, проходить там ужинный контроль, что-то еще. То есть просто, если что-то нужно, он делает вот так. Раз. И оказался в той точке пространства, где захотел. Поэтому его называют Бхагаваном. Это тоже один из секретов Шимад Бхагаватан. Итак, Бхагаван Нарада появился там и сказал ему, что ты делаешь? Ну как что? Я хочу убить демона. Похерани Кашипу, великого демона, скоро родился сын. Наверняка такой же великий демон, как его. Нарада говорит, ну тоже его уже пытались убить до этого. И не смогли. Ну да, сказал Нарада, но теперь он родится и мы его точно убьем. А кто-то знает, что ты его убьешь, если ты его там в утробе убить не мог? Как ты его убьешь, если он родится? Наверное, никак, сказал Нарада. Ну да, никак, сказал Нарада. На самом деле, этот ребенок это числе преданное. И по его милости вы все освободились. И так как Нарада был авторитетом для богов и остается до сих пор авторитетом, то они, послушав его, отпустили Каяду. Нарада забрал девушку, привел к себе машину и сказал, не переживай, ты можешь жить моим машинами. Здесь тебя никто не тронет. Спокойно можешь здесь жить, родить ребенка. И единственное, что попросила Каяду, она попросила, чтобы ребенок родился тогда, когда вернется Хираник Ашипову. С совершения своих аскерз. И Нарада не сказал, никаких проблем. И все, и он как-то задержал беременность. Как это делается, я не знаю. Ну вот он как-то мистическим образом это задержал. И Хираник Ашипов, когда вернулся с совершения своей аскерзы, он узнал, что вот такое событие произошло около боги, разбили его войско и хотели убить его сына. Но Нарада спас этого сына. Он позвал Нарада и сказал, ты знаешь, Нарада, я ненавижу Вайшнаву. И всем Вайшнаву, которые поют Харикришна в моем царстве, я всем отрубаю головы. Ну по крайней мере языки отрубаю, чтобы они не пели. Но тебе я разрешаю в моем царстве петь Харикришна. Нарада так умел проповедовать, что ему все разрешали петь Харикришна. Это хороший пример поведения, что для нас как-то преданных, что мы живем в таком государстве, где окружающие люди не очень любят, когда поют Харикришна. И чтобы петь Харикришна, мы должны быть не просто социализированы в обществе, но у нас должно быть хорошее поведение. Такое хорошее поведение, чтобы люди на вот эти дружеские отношения говорили, да ладно, пускай поют. Хорошие жирели, пускай поют Харикришна. Итак, Прохлад пришел в школу, начал обучаться через какое-то время. Да, он пожил какое-то время в Ашами. На разумуне пришел к Харикришну и стал обучаться в школе. И через некоторое время пришел к Харикришну, позвал его и сказал, Прохлад, расскажи, пожалуйста, чему ты научился в школе? Что особенного ты узнал? Знаете, для родителей очень приятно слышать, когда дети говорят какие-то умные вещи. Если ребенок маленький, и он своим лебедом говорит какие-то умные вещи, то родители умиляются от этого. Это родительская бхава. Хирани Кашипу не был лишен этого. Как отец он не был лишен этого. Он посадил Прохладу себе на колени, вдохнул. Запах волос. Прохлад, расскажи, что там ты в школе узнал? И Прохлад сказал, что нужно служить Вишну. Боже, что я узнал. Такая главная вещь в жизни, самая главная. Хирани Кашипу немножко его начало потрясать от этого. Он позвал Шамбу и Матку и сказал, ты знаешь, вы знаете, кто-то проник в нашу школу. И зазомировал моего ребенка. Какие-то Харикришна, под видом, может быть, уборщицы. Может, под видом няньки. Или под видом еще кого-то. Может, под видом слесаря какого-нибудь или водопроводчика. Проникли в нашу школу. И засорили мозг. Засорили разум моего ребенка. Давайте как-то сделать и так, чтобы никто там не проникал. Следите хорошо. Шандель Матку сказали, ладно, ладно, все, мы будем следить за этим хорошо. И они стали следить за Прохладом и стали его обучать. Прохлад неплохо обучался, он хорошо обучался. Ему неинтересно было изучать все эти предметы. Но он очень легко запоминал это все. Все эти науки очень хорошо понимал их все. И через какое-то время Шанда и Марка подумали, что они очень хорошо обучили Прохладу. Привели его к Херани Кашипу и сказали, ты знаешь, твой сын исправился и стал хорошим демоном. Первоклассным демоном. Мы ему оставили общение только с первоклассными демонами. И он с ними общался и стал самым первоклассным демоном. Херани Кашипу был в восторге. В восторге. И сказал, хорошо, Прохлад, скажи ты, чему научили тебя учителя в школе? И Прохлад стал говорить. Шраваном, Киртоном, Херани Кашипу, обо мне Шраваном, обо мне Киртоном. С Мараном, да, обо мне С Мараном. В вознесении молитв, да, мне вознесение молитв. Служение, да, мне. Но Прохлад сказал, лишь ног. Что все это надо делать по отношению к Вишну. И тогда Херани Кашипу очень сильно разозлился. Он позвал Шандер Марк. Он сначала сказал, да, позвал Шандер Марк. И сказал, Шандер Марк, вы чему его учите? Они в перепуте упали. Очень сильно испугались. Они подумали, сейчас убьют все. Потому что Херани Кашипу никого не щадил. Ну, что чему вы его учите? Посмотрите, он прославляет нашего врага. Прохлад утопнулся и сказал, отец, из всех врагов, которые существуют в мире, у тебя есть только один враг. И это не Вишну. Это твой беспокойный ум. Это единственный враг твой. Неконтролируемый ум. Всех остальных врагов ты просто придумал. Херани Кашипу стал кричать. Ты что? Думаешь, я не умею чувства свои контролировать? Он начал, скочил со своего трона, начал кричать, психовать, примахать руками и говорит, ты видишь, как я умею контролировать? Ну, смешная достаточно сцена была, знаете. Ну, а для нас это какой урок из этой истории? Что если человек контролирует чувства в коне страсти и невежества, то эти чувства выходят из-под контроля. Если человек контролирует коне страсти, чтобы получить какой-то плод, он может контролировать чувства самым совершенным образом. До тех пор, пока этот плод не получит. Как только он этот плод получает, он говорит, я очень долго молчал, но сегодня я скажу все, что я о вас думаю. Он перестает контролировать. И чувства выходят из-под контроля. Знаете, как пружина, ее сдавливаешь, 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 все, что она сработала. Точно так же эти чувства. Хираник Ашипу, он думал, что он совершенным образом контролирует чувства. Когда он совершал аскезу, просто удрание поклоняясь. Он стоял в муравейнике, и муравей съедет все его тело. Вся тело остался просто скелетом. И Хираник Ашипу был настолько сильной личностью, что он поддерживал жизнь в этом скелете. Это сложно себе представить. Сложно себе представить. Хираник Ашипу был такой личностью. Хотя есть примеры такие же. Есть такие же факты, которые достаточно недавно были. Что есть сильные люди, которые могут поддерживать жизнь практически в этом теле. Во время Великой Отечественной войны был такой эпизод. Когда нацисты, чтобы вылечить своих солдат, хотели пустить под нож детей. То есть они хотели брать кровь у детей, чтобы вкачивать ее солдатом. И попольщики, которые были в этом городе, сказали, что вы знаете, ну, нацистам сказали, вы знаете, дети больные еще. Нужно какое-то время, чтобы они вылечились, покормить надо. Иначе мы эту кровь плохую будем солдатом вливать, солдаты заболеют. И нацисты, в принципе, согласились с этим. И в эту же ночь детей перебросили в партизанский отряд. И, значит, их перебросили в партизанский отряд, и на большую землю стали переправлять на самолетах. На небольших самолетах, которые на низкой высоте летали. И один из летчиков, Александр Мамкин его зовут, он сделал 15 перелетов через гранит, через линию фронта. На последнем перелете обратно, когда он летел, самолет подбили. И он, в принципе, мог бы выпрыгнуть из этого самолета. То есть подняться на высоту, выпрыгнуть и спастись. Но так как у него там сидели 18 детей и раненые люди еще бисели в специальных контейнерах, то он решил садить самолет на вот это вот летнопосадочное поле. То есть этот самолет горел, а этот Александр его вел в этот самолет. Когда он приземлился, то из самолета вышел обгоревший скелет. То есть его руки сгорели до костей полностью. Ноги сгорели. То есть обгорел полностью череп. И вот эти летческие очки плавились туда прямо в глазные яблоки. При этом он вел этот самолет и посадил его. То есть это было каким-то чудом просто. То есть непонятно, как он это посадил. Причем взлетное поле военное, знаете, это просто вырубленная площадка от леса. Это не какие-то взлетно-посадочные полосы там с этими огоньками там со всеми. Просто взлетно-посадочное поле, на которое нужно садить самолет. Он вышел из самолета, посмотрел назад и сказал, там все живы. Все живы. Все живы. Фактически мертвый человек вел самолет. Такая сила воли была у человека. И так Хираня Кашипо. Хираня Кашипо. Он думал, что так как я прошел вот такую аскезу, то я умею хорошо контролировать чувства. Но так как это было не страсти, то этот контроль очень быстро закончился. Он не мог себя контролировать. Он начал кричать, ругать этого прохлада. И сказал Шан Диамарке, что нужно любыми способами исправить его. Шан Диамарка, дрожа от страха, схватили прохлада. И стали, привели его в школу офисов, стали пугать его. Всякими разными вещами. Стали говорить, что если ты не будешь демоном, мы там создадим какое-нибудь... Тебя убьем мантрами, янтрами, там еще что-то. В общем, всяко-разно его пугали. И прохлад никак на это сильно не реагировал. И описывается, что когда Шан Диамарку уходили, то прохлад, проповедуя своим вот этим вот друзьям, демонам, устраивал вместе с ними хрена. И когда Шан Диамарка возвращались, они поняли, что не только теперь прохлад характерично повторяют, но и всех школах характерично повторяют. Им тяжело стало... Они тяжело, они поняли, что вот какая-то зараза распространяется. Знаете, дети у нас в Омске, дети преданных пошли в школу вместе в один класс. И родители им сказали, что вы там сильно не проповедуете. Ну хорошо. И они пришли в школу, соответственно, стали заниматься, какое-то время занимались. И им сказали, вы что искали Кришна? Ну дети, знаете, вот есть. Да, искали Кришна. А что это такое? Сейчас мы вам покажем. Открыл портфель и вставайте вот так. Ты вот, мальчик, здесь стою. Буду жить и здесь. Он стал каратал, он стал играть. Одно из других стали водить этот кипр. Когда учитель зашел, он увидел все это. И он был похож на Шан Диамарку в этом улице. Когда дети эти подросли, но так как они хорошо учили, знаете, их терпели, учителя терпели все. Дети подросли и в определенном классе дети начинают изучать теорию Тарлина. Я сейчас не знаю точно в каком классе они изучают. Вы раньше изучали в седьмом классе. А? В седьмом тоже, да, сейчас изучали? В шестом-седьмом. Вот, ну, ситуация. То есть изучают, дети должны изучать теорию Тарлина. И один из этих детей преданных, знаете, он, зная хорошо теорию Тарлина, с яшнамской стороны. Он на перемене встал и говорит, я вам сейчас расскажу теорию Тарлина. Слушайте, все дети сели. Итак, представьте, что все, что мы видим, оно собралось в комок и взорвалось. А, говорит, это первое, что он сказал. Что это теория специально для тупых людей. Чтобы в нее верить, нужно быть полностью тупым. То есть нужно отключить разум и никаких вопросов не задавать. Я говорю, как? Сейчас я вам расскажу. Смотрите. Вот все, что мы видим, оно собралось в комок и взорвалось. Кто-то крикнул из детей. А почему? Не задавая эти вопросы. Слепо верь в то, что я говорю. Потому что я ученый и стал заповедовать. Потом это все разлетелось, стало собираться в комочки. Кто-то спросил, а почему в комочки-то собираться стало? Не надо спрашивать. Просто слепо верь. Тупо верь просто. Никаких вопросов. Просто верь, что они собирались в комочки. Потом планеты образовались, солнце взорвалось. Кто-то спросил из детей, почему солнце-то взорвалось? Почему там не Марс, не Юпитер взорвался? Не надо спрашивать. Просто надо верить в это все тупо и все. Образовалась вода. В этой воде плесень образовалась какая-то, из нее микробы появились. Плесень почему образовалась, никто не знает. Тоже никто туда носки свои не бросал. Объект не бросал. Но так или иначе, все это образовалось. Из этой плесени одни микробы стали активно вращаться, они стали рыбами, одни застряли вот так вот, ленивые были, они стали водорослями. И все, стали развиваться, разные виды рыб стали появляться. И в какой-то момент одна рыба вылезла наружу. Почему она вылезла? Знаете, все хорошо же в море было. Почему она наружу вылезла? Но есть одна теория, научная, очень научная теория, что когда эта рыба вылезла наружу, там сзади раздался голос. Ты куда пошел? Я тебе еще не все рассказал. Все. И так эти рыбы стали вылазить, и одни рыбы стали грызть пальмы, стали в опране, и другие рыбы стали лепять, стали лошадьми. Третья рыба залезла на дерево, спрыгнула, начала махать плавниками, стала птицей. Но самая умная, самая умная, я-то ребенок все рассказывал. В одной перемене он все рассказывал своим друзьям-демонам. Но самая умная, она стала есть бананы. Откуда там пальмы взяли с бананами? То есть никто не знает, спрашивать не надо. Просто надо только верить, что когда рыбы выросли, вылезли, там уже были пальмы, бананы, уже все было. И она стала есть бананы, превратилась в обезьяну. Потом взяла палку, стала гонять этой палкой, которая родила от себя, у него разум стал расти, она стала человеком. И так у него родился Дарвин, и Дарвин все это записал. И все, вот примерно такая же реакция у детей. Перемена закончилась, знаете, все сели, сидят, за копички. Дорогие дети, я вам сейчас буду рассказывать теорию Дарвина. Прямо такая же реакция у детей. И вот Шанда Ямака, вот ему примерно такое же, ему примерно такое же лицо, например, на дуру этого учителя. Они подумали, что такое, зараза распространяется. Они пришли к Хиране Кашипу и сказали, не можем остановить проклады. Не только он, но и другие ученики уже, Харьи Кришна, повторяют. И Хиране Кашипу позвал проклада, сказал проклада. Почему ты прославляешь имя нашего врага? Он убил твоего родного дяю. Ты его прославляешь. Ты прославляешь наши ворота, что ли? И стал его вот таким образом добить. Но проклада улыбаясь, объяснял ему простую теорию, он говорит, что самая большая врага – это твои неконтролируемые чувства, неконтролируемые умы. И тебе нужно, отец, дорогой отец, тебе нужно оставить этот колоний семейной жизни, уйти во бринтал, он в лес, и там медитировать на абсолютно истину. Так ты достигнешь совершенства в жизни, так ты станешь умиротворенным и вернешься домой, назад, к Богу. Никакого Бога нет, закричал Хиране Кашипу. Из этого момента Хиране Кашипу стал думать, как убить проклада. Он его убивал разными способами, бросал под ноги склона, склоны обходили его, бросал в яму со змеями, змеи кусая его, обламывали себе зубы. Он бросал его с высокой коры, бросал его в океан, связанный. То есть вместе с любимой тетей, тетя любимая, хотела сжечь его, сама сгорела, знаете, холика, сгорела, прохватив скласса в живых. И Хиране Кашипу понял, что это вызов, что пока этот мальчик жив, все люди будут думать, что вечно существует. Он решил любыми способами убить этого проклада. И когда все способы исчерпались, он позвал его к себе. Он позвал его к себе и сказал, проклад, дорогой мой сын, вот ты веришь в Бога, скажи, пожалуйста, где твой Бог? И проклад сказал, он посмотрел вокруг и сказал, Бог везде, разве ты не видишь? Ему было пять лет, мальчик. И в этом возрасте дети обычно не лгут. И проклад, когда осмотрелся вокруг, он действительно увидел верховную личность Бога, Господа, она равна везде. И Ачарьи объясняют этот момент. Они говорят, что так как Прохлад все время повторялся, и ты именно Бога повторял. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Кришна. То он смог достичь этого состояния разлуки. Хотя здесь говорится, то есть сам Прохлад говорит, что ты меня послал в материальный мир. Чтобы это состояние любви у него было. Но это определенная лила. И для нас очень важно смотреть под определенным углом на эту лилу. И так Прохлад повторяет эти вина Бога, достиг вот этого состояния разлуки. И когда он достиг этого состояния разлуки, чтобы он стал везде видеть верховную личность Бога. это было, знаете, не так, не сентиментально, как один раз преданный сказал, я везде вижу Бога, как. Ну вот я выхожу, и знаете, такие как пиксели везде, такой на рай, на рай, на рай, на рай. Это придуманная вещь. То есть это нереальная вещь. Это сентиментальная вещь. Сахаджиев. Но Прохлад видел, как Господь его защищает. Как Господь защищает его через элементы, через других преданных. Как Господь защищает его через законы природы. Он понимал, как ведет себя Господь по отношению к нему. И таким образом везде. И когда Хераник Ашапу спросил, где твой Бог, Прохлад посмотрел и недоуменно сказал. Он посмотрел вокруг, посмотрел на своего отца. И недоуменно сказал, папа, разве ты его не видишь? Он же везде. Для нас это очень важную роль, для нас очень важную вещь, это очень важный момент в этой истории, что нам нужно изучать разные аспекты Верховной Личности Догора. То есть нужно изучать их теоретически и практически. Изучать их в обществе Ваишнавы. И если человек будет погружаться в эту реальность, если человек будет жить этой реальностью, то он сможет увидеть, как Верховный Господь нам заботится. Он сможет увидеть вот эту пхау, которую проявляет абсолютная истина, которую проявляет Кришна по отношению к нам. Увидит, как Кришна держит его на руках, на своих коленях. Это будет не сентиментальная такая приемность. Это будет реальное видение. И признак этого реального видения такого, что человек лишается страха. Раз. И всегда энтузиастичен в своем премьерном служении. То есть у него нету лени. Ленин, знаете, как проявляется. До будильника звонит. Редный встает, отключает его. И первое, что говорит ему голос параматный, может, еще по 5-5 минут. Вот это говорит лень. Это говорит лень. Но когда эта лень уходит, будильник звонит. Будильник еще не успел прозвонить, перед ним встает. До того, как будильник звонит будильник. И говорит, полный экстаз, Кришна меня разбудил. Самое нужное время. Надо повторять мантру. То есть голос ему говорит вот такие вещи. Вот это те результаты, по которым можно судить, видеть человек Бога или не видеть. Потому что разные люди могут. Если бы особенно в Рыбию поедете, там куча людей есть, которых Бога видели, у которых экстаз от этого и всего, но которые никак не занимаются в премьерном служении. Поэтому рука с вами описывает признаки. Здесь число правопада ссылается на книжку Бахтера Самблетосинова. И в этой книжке, по крайней мере, в 18 главе начинают описываться вот эти признаки человека, который видит Бога. Шайтин, умиротворение, объекта Калатвана, что человек 24 часа занят в первом служении. Вираттин, отречен, Манашиня там, никогда не следует набору своего ума. А Шабанха, Шабанха означает, что он надеется на Кришну, даже тогда, когда все надежды рухнули. Он все равно надеется на Кришну. И так далее. Там вот эти все вещи, вот эти все признаки перечисляются. Есть еще и вопрос под очень хорошим комментируем. И так у прокладов были вот такие признаки. Он не боялся Херани Кашипу. Хотя, когда Херани Кашипу вел бровью, нахмуривал эту бровь, все полубоги прятались за ночью и не показывались. В это время, когда жил Херани Кашипу, райские планеты для полубогов были хуже адских планет. Они приходили на райские планеты, как на работу. И описывается, что Херани Кашипу руководят каждый день без всякой причины. Болубоги боялись приходить на райские планеты. Представьте, райские планеты уровень наслаждения. И они превратились для голубогов в адские планеты. Из-за страха. И при этом Прохлад жил во дворце Херани Кашипу и не боялся его. Маленький мальчик, у которого единственное, кто о нем заботится, это его родители. И он не боялся этого демона. То есть, есть определенные признаки того, что человек видит, кто уличный Бог. То есть, есть сентиментальное понимание, сентиментальное видение. А есть реальное видение. И Прохлад посмотрел вокруг и сказал, Папа, Ты правда не видишь. Вот уже везде. И Херани Кашипу осмотрелся. Осмотрелся и увидел там пару демонов каких-то, охраняют ворота. Больше никого не увидел. И он сказал это подбешивать. И он сказал, Прохлад, если твой Бог везде, то он в этой колонне тоже. Прохлад посмотрел на колонну и навесил подбегнул нам из колонны. Не переживай, я здесь. Прохлад сказал, ну да, вот он, разве ты не видишь? Вот он, колонне. И тогда описывается, что Херани Кашипу выходил в свой мерец, в размах ударил рукой по этой колонне. Колонна раскололась. И раздался звук, раздался рёв, грохот. Грохот раздался такой сильный, что Херани Кашипу испугался. Он не мог определить, откуда идет грохот. откуда идет этот рёв, где-то звук идет. И кричина говорит, я звук в эфире, вот так вот видите. Я звук в эфире и талант человек. Я звук в эфире. И вот этот момент он проявился, этот звук в эфире. Он проявился во всем, звук проявился во всем пространстве. То есть не было какого-то источника звука. Понимаете? Вот здесь, допустим, источник звука это вот колонка. Ну, конечно, я источник звука. Но колонка источник звука. Понимаете? Но звук в эфире означает, что человек не видит источника звука. То есть звук идет отовсюду. И откуда он идет, непонятно. Это проявление верховной личности Бога. Как звук в эфире. В седьмой главе пишет, что звук в эфире. в эфире. Тираник ажипу испугался на какое-то мгновение. Он стал осматриваться вокруг, ища источник этого звука. Он помнил, что это будет ховно, ищет звук. И вдруг из колонны появился маленький на Рисимхадеф. И вот возникает вопрос. На Рисимхадеф появился для того, чтобы защитить прокладок и для того, чтобы убить херамику шепту. Это вопрос. И то, и другое. И то, и другое. Паритраная Садхунампи Паритраная Садхунампи Нашей Чертушкой Четвертая очень хорошая стих. Восьмой стих. Восьмой, Житая, Четвертый. Восьмой стих, четвертая. Вот у Багалагид. На самом деле никто не знает, зачем он появился. Точно. Но все игры, все явления Господа, когда Кришна в следующем стихе в Багалагиде в четвертой главе в девятом стихе он говорит, Джан Макармач Амидия вам являет и так же. Что если ты поймешь мое рождение и деяние, то ты никогда больше не родишься. И вот рождение Кришны такое запутанное, что его невозможно понять. И люди обсуждают, спорят по поводу этого. Доказывают. И таким образом они погружаются в эти ливы. Один раз пришли прагубатик, пришли преданные. И один преданный сказал, двое преданных пришли, один преданный сказал, что когда мы повторяем Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Кри. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Кри. То вот это слово Рама обозначает Господа Бхармачандру. Прагубат сказал, все верно, молодец, правильно. Второй сказал, Шила Прагубата. Я вот тоже изучал веды, читал, и вот это слово Рама обозначает Господа Бхармачандру. Там какие-то свои цитаты привел доказательства. И Прагубат сказал, верно, все равно, ты прав. И третий человек, который стоял с ним, слышал, Шила Прагубата, я не пойму, кто из них прав. Вы сказали, что этот прав, нет, кто из них прав. Шила Прагубата складите, продолжайте рассуждать и сами разберетесь. Идеи игр, они такие запутанные, они такие все поглощающие, что когда человек начинает о них разговаривать, начинает о них спорить, начинает что-то доказывать кому-то, он погружается в эти игры. Вот в этом смысл явления Господа, чтобы человек полностью погружился, чтобы полностью погружился в эту реальность. В этом секреты выявления. Так, Хирания Кашуков смотрел еще один интересный вопрос тоже, размышления был, что колонна, она же из камня состоит. Правильно ведь? Колонна в процессе. Идарисим Хадев появился прямо из колонны. То есть он появился из камня. Но камень не может быть источником Бога. То есть так как Бабхатники Кришна говорит, что земля, я являюсь источником земли. То есть земля не может быть источником Бога. Вот тоже такой вопрос. Откуда взялся Нарисим Хадев? Откуда он появился? с камнем появился? Или он как-то пробрался, знаете, как расстроили дворец, он там рассчитал по звездам, какую колонну Хераньи Кашеку разобьет, пробрался, туда спрятался, его замуровали, вот у колонны, и потом он оттуда выскочил. Он быстрее быстрого, мгновенно отказался. Мгновенно показался, он был там у себя на голове, он хераньи Кашеку пока бил, он за это время хорошая идея, а ты чего? Он присутствует в каждом атоме. В каждом атоме присутствует. В принципе, Хераньи Кашеку мог бы ничего не разбивать, просто на Весен Хадев мог бы прямо с Хераньи Кашеку быть. Тоже хорошая идея, хорошая объяснение. какие есть объяснения? Может, это так захотелось? Просто так захотелось. Очень хорошая объяснение. Еще? Чтобы выполнить все условия Господа Бравны. О, вот это хорошее замечание. Спасибо, хорошее замечание. Еще? Чтобы еще больше разгневать. А, чтобы его еще больше разгневать, чтобы он, так сказать, сразился. Может, ума даже какие-то идеи. Чтобы эффектнее выглядело. Как эффектно? А, эффектно, чтобы выглядело. хорошее объяснение. Еще какие есть объяснения? Муса together сказал, что он в колонии. Прохладно, окей сказал, что он в колонии, и из-за этого он там появился. И слов прохладно появился. И Слов прохладно. Подтверждение чего? Благословение Браумы. Браумы являются причиной появления Нарисим Хадеева. Его благословение. Много факторов объединяется. Нарисим Хадеев не должен был подвести Браумы, он не подводит Браумы. Он просто ругает его. После этого он его хорошо отругал. Нет, подтвердить прохладу. Подтвердить слова прохлада. Вот Маташа сказала. Еще, чтобы увидели один образ Господа. Хорошо. Итак, смотрите, очень интересная вещь, явление Господа, что эта вещь напрямую относится к нам, как к преданным, как к преданным, которые хотят понять Кришну. Мы же все хотим понять Кришну. Уже для этого повторяем мантру, для этого распространяем книги, для этого съедим сегодня большой торт, чтобы понять Кришну. И если вы посмотрите на все свои ответы, то увидите, что подложка, основа этих ответов, это наша логика. Что мы политически хотим понять Верховно, Верховно, Верховно. Изначально это невероятно. Они не дадут нам возможности понять, не дадут нам возможности подумать о Верховном. Не дадут нам возможности подключить вот эту Пурвараву, которая описывается в Шима-Бабре. Пурварава с вами описывает, что на начальном этапе логика и знания очень важны, логика и отречение очень важны на начальном этапе. Но когда человек переходит в другие категории, когда он пытается понять рождение и деяния Верховной Личности Бога, то логика, она является признаком определенной гордости. Эта гордость мешает человеку понять Бога. Вот такой интересный момент еще в этой истории есть. Как и в других историях Шима-Бабракам о воплощении в Кришну. Есть вот такая вот интересная история. И вот от этой гордости, от этой формы гордости можно избавиться тогда, когда мы научимся восхищаться Кришной. И для того, чтобы Кришной научились восхищаться, у нас есть хороший материал для практики этого замечательного действия. Это общество Вайшнавы. Нужно научиться восхищаться Вайшнавами. Если мы научимся это делать, то мы сможем понять появление Верховной Личности Бога. В данном случае явление Нарисим Хадео. Сможем понять. Когда появился Нарисим Хадео, только ранее Дашибул подумал, вот, кого я сейчас убью. А Братхан подумал, какая удивительная Личность. Стал возносить его молитвы. То есть смотрите разницу, что у одного была, вот это зависть очень сильная. А у другого было восхищение Верховной Личностью Бога. Итак, для нас это имеет тоже вот такое первостепенное значение, потому что мы с вами хотим понять Верховную Личность Бога. Хотим понять Шри Кришну в конце концов. И вот эта история про прохлада и Нарисим Хадео, про Хирания Кашидул, она рассказывает, каким образом мы можем научиться медитировать Верховную Личность Бога. И жить в свою зависть. И в конце концов увидеть Верховную Личность Бога. Реально увидеть Верховную Личность Бога в своей жизни. Харик Кришна. Сколько у нас времени? До скольки? До скольки сейчас, одну секунду. До скольки у нас кто организовывает? Минутка еще есть? Минутка еще есть? Ага. Хорошо. Два человека подняли. Что было, когда он из колонны? Когда он из колонны вышел, он просто подрался с ним. С немецем-где-не с прокладом. Хирания Кашидул. Он же маленький? Он вышел маленький, да. В одно мгновение, Нарисим Хадео вырос. Он стал огромным. И Хирания Кашидул понял, вот это есть Вишну. По всем описаниям, это Вишну. И он, Хирания Кашидул, сказал с ним сражаться. Объяснится, что Хирания Кашидул сражался очень смело. Как ястреб, он нападал на Нарисим Хадео. Что иногда казалось, что есть тысяча Хирания Кашидул. Они окружили Нарисим Хадео. Сбили его с разными сторонами разными видами оружия. Иногда Хирания Кашидул исчезал из поля зрения. И в невидимой форме сражался с Нарисим Хадео. Все полубоги, знаете, собрались вокруг. Открыли свои YouTube-каналы. Интервью YouTube-канал, граммовый YouTube-канал. Подписывайтесь. Прямая трансляция. Битва на Нарисим Хадео с Хирани Кашидул. Подписывайтесь, ставьте лайки. Они сохранялись сейчас? Каналы эти? На YouTube-канал. сохранялись. Но это особо YouTube. Надо специальный доступ туда получить. YouTube-канал называется «На уровне ума». У нас на уровне электроники, а там на уровне ума YouTube-канал. И Хирани Кашидул. Не было полу-богам не было понятно. Вот еще один интересный момент в этой истории. Много очень интересных моментов. Вот это еще один интересный момент, что полу-богам не было понятно до конца победить Нарисим Хадео в линию. Они, когда Нарисим Хадео сражался, то полу-боги, описывая, запрятались. И в комментариях пишется, они прятались, потому что они думали, вдруг Хирани Кашидул победил. А мы так хотели, чтобы Нарисим Хадео его убил. Он победит, и потом свой гнев на нас направит. Так, и думали. И вот эта мысль происходит, почему она к нам тоже это имеет. Вот этот страх в материальной жизни, он к нам имеет большое значение тоже. Что этот страх происходит из-за того, что полу-боги не были материальные желания. Хотя они были преданы высокого класса, высокого уровня. Но они сохраняли свои материальные желания. И материальные желания — это всегда страх. Страх — это бонус к материальным желаниям. Это тоже для нас очень такая важная и практичная вещь. Если вы хотите стать бесстрашными преданными, нужно научиться распространять сознание крыши, распространять книги, распространять просад, распространять святое имя. Если вы это будете делать постоянно и бескорыстно, то страх уйдет из вашего сердца. Как только материальные желания, желания выгодные, славу, почести, как только они уйдут из вашего сердца, сразу же страх материальной жизни исчезнет. Один предан и оставлял тело в реальной истории. И ващнава вокруг сидели, жалели, что вот так и так оставляешь тело. И он говорит, что вы переживаете. Он говорит, ну как, ты же сейчас умрешь, больно будет. Он говорит, не будет больно. Он говорит, у вас страшно. Не будет страшно. Это я, говорит, для вас умираю. А в реальности просто я сейчас иду в другую комнату, где меня ждет Кришна. Представьте, вот так он видел смерть. Что я нахожусь в одной комнате, а Кришна в другой. И дверь под именем смерть разветвляет меня с ней. Я сейчас просто выйду из одной комнаты и за эту в другую. Вот так человек реально видел жизнь. И совсем не боялся смерти. Это реальная история наших дней. Представьте, если они вреданы в нашем движении, которые достигли такого совершенства. Вот это тоже интересный момент для нас, как для садоков. Что до тех пор, пока есть материальные желания, то страх материального существования будет у нас жить в сердце. Но история закончилась таким образом, что хираника шипы положили на коленке. И на коленках на ресинка ТЭВа нет ни воды, ни огня, ни воздуха. И эфира неложного. Это ничего нет. Да, Исим Хадеев сел на порог. Порог это ни улица, ни дом. Дождался, пока будет сумерки. Да, сумерки это не утро, не вечер, не день, не ночь. И разорвал его своими когтями. Когти это не живая материя и не мёртвая. С одной стороны, это мёртвая материя. Ты их можно стричь и не больно. А с другой стороны, это живая, потому что она растёт. Все условия Господа Брамова он сохранил. Разорвал. Начастье. Вытащил кишки из них. Он обрался на шею. Проявил тысяча своих рук. Стал рычать. В это время войско Хирани Кашику набросилось на Эсим Хадеева. И он говорится, что кончиками коптей он убил всё войско Хирани Кашику. Все демоны, которые на него напали. Он всех убил. Начал рычать. Разметал всё это. Это было в тронном зале. Представим. В тронном зале. Он разметал все эти трубы со всех сторон. Все кишки. Они совсем. Глаза там на стене где-то висят. Ещё что-то. То есть вообще картина такая. Он просто вообще. Фильм ужасно. Просто отдыхает. Когда Господь что-то делает, все остальные фильмы просто отдыхают. И он сел на трон Хирани Кашику. Описывается, что на этом троне Хирани Кашику принимал аппетикацию. Занимался незаконными половыми отношениями. Убивал людей на этом троне. Это место было очень осквернённое. Но на Эсим Хадеев сел на него. И начал рычать, называя на бой любого, кто осмелится бросить ему вызов, чтобы с этого трона его согнать. Демоны все расступились. И сложив руки, стали ждать приказания. То есть не помню. Вот он, новый царь. Вот, новый царь. Полубоги появились. Они стали тоже, они хотели подойти и как-то успокоить на Эсим Хадеев. На Эсим Хадеев зарычал. Полубоги разбежались в разные стороны. Нара достал потал. Кириллакшин сказал. Лакшин, иди, это твой муж. Что-то не будешь с ним сделать. Она сказала, я его в разных состояниях видел. Он даже не видел. Я боюсь, его просто подлетик ему боюсь. И тогда полубоги сказали, прохват. На Эсим Хадеев пришел только ради тебя. Поэтому ты давай. И как только прохват подошел с гирляндой и наделал его на Эсим Хадеева, то вот этот угр Эсим Хадеева, злой, могущественный, он сразу приватил за фушанти на Эсим Хадеев. Очень умиротворенного на Эсим Хадеев. И все полубоги вздохнули весело и стали возносить ему молитвы. Да, перекрестились. Слава Богу, все так хорошо закончилось. Значит, вы разносите ему молитвы. Ну, вот так эта история закончилась. Если бы в двух словах, ну, что-то. Где бы моя война дышит? Чтобы мы восхитились. Прохлада, как и восхищенный. Он, прохлад, жизнь прохлада, она показывает, как происходит вот это развитие любви в разлуке. Почему эта история вошла в Шима Бхагаваттан? Потому что она показывает вот этот очень важный момент. И этот важный момент, он достигает своей кульминации 10-й песни Шима Бхагаваттана. Когда Кришна стоит под деревом в Шиват, играет на плите его и бросит все, идут к нему. Это кульминация вот этого. В Бхагаваттите это тоже кульминация Бхагаваттите. Когда говорится, То есть Кришна описывает именно вот это состояние. Никакое другое состояние не описывает. Или следующий стих, Мануанадхава Мангабду Матяшинова Маску. Он описывает именно вот это состояние. И все истории в Шима Бхагаваттан, они все построены именно вот таким образом, что они развивают эту фурвара. Это для нас, прохлад пришел специально для нас, чтобы показать, таким образом мы можем всегда помнить о верховной личности Бога. Кришна. Ну что, надо тогда останавливаться. Шима Бхагаваттанки. Да. И явления на ресимхады оки. Да. Пактор прокладки. Да. Шила про упадки. Да. Екатеринбургская ядраки. Да. Нитайгу, Робри Маланды. Нитайгу. Малый трассика на сайте про муки. Да. Шила и дороги у нас ранее махарашки. Да. Спасибо всем большое. Спасибо большое. Соседанную губокую, элегрантово, насыщенную эмоциями, очень глубокими эпизитами лекцию. Я чувствую, что мы сегодня обогатились, что каждый сердце сидят.